У меня есть братья, его зовут Максим, он тоже сюда пришел. Меня зовут Гоша, и меня сюда позвала подруга. Почему бы не поучаствовать в благодетельной акции по спасению котиков? Мы решили поддержать это мероприятие, субботник в Киевском зоопарке, помощь зоокотам. Здесь на территории Киевского зоопарка обитает больше 60-70 котов, которыми есть инициатива, как это называется, они ими занимаются. Так как ни киевским властям, ни другим государственным структурам не особо интересно помогать этим животным бездомным, то мы решили помочь, потому что их выстрелили с одного помещения территории. Нужно обустроить другую территорию, чтобы они могли здесь дальше свободно жить, чтобы их не травили, не выгоняли, не уничтожали, потому что зоопарк – это должна быть территория дружественная для животных. Вот поэтому пришли сегодня помочь на этот субботник. Всем привет, с вами Олег Андрос. Сегодня мы находимся на территории Киевского зоопарка, на субботнике помощь зоокотам. Это такие зоокоты. Это коты, которые здесь были подброшены, они размножились. Мы контролируем теперь их численность, и под давлением киевской власти и директора киевского зоопарка мы вынуждены их переселять на эту территорию, где мы сейчас стоим. Это господальская территория Киевского зоопарка. Тут уже годами складывались всякие ненужные материалы, и теперь 70 котов киевского зоопарка будет здесь. Сегодня у нас такой вот день номер один, когда пришло, к моему счастью, очень большое количество волонтеров. Мы сейчас перетаскиваем следственно на место секции забора, которая будет стоять вокруг периметра. Мы сейчас защищаем территорию от всяких баринов, сорняков, и таким образом для котов будет подготовлено место, чтобы они жили. Коты будут жить внутри периметра. Тут будет примерно 2-3 метровый забор, который они не смогут перелезть, потому что он частично будет из кровь на стила. Ну и потом будет строиться когтячий городок моей мечты. Сейчас пару слов об этом. Если получится найти лицената, если получится задействовать краудфандинг, то здесь будет не просто очередное унылое убежище для котов. Здесь будут и экотехнологии, и солнечные коллекторы, и солнечные батареи. Все, что только можно себе представить, считая труды товарищей Луна Маска и подобных людей. Так что мы немножко мыслим наперед. Если все получится, то здесь будет самый прогрессивный, пожалуй, не будем говорить слова приют, убежище для котов на территории Киева и Украины. Ну, сегодня у нас лишь первый день. Сегодня мы стоим на такой территории, которая полностью не готова, и мы делаем из нее готового. Значит, зверните внимание, что на этот плакат тут заданный просто напрямь нашей работы. Все это помещение створено руками волонтеров. Все это сделано из каких-то материалов, которые никому уже не нужны, собраны на территории або зоопарка, на смертниках и все такое. Это, возможно, кому-то выдастся смешным или каким-то жалюгидным. Но мы створим это также в экологичных, как бы мовить, напрямь экологичный, что не может быть материал, просто выкинули на свалку. Его можно использовать еще раз, ну, с користой для какой-то живой истоки. Вот такая тумбочка, найденная на смертнику, так, которую выкинули какие-то люди. Но она служит хаткой для котиков, и они это ценуют. Она убита вот таким материалом, до речи, его, звичайно, на смертнику не найдешь, потому что это полиуретан, это теплий материал, которым мы утеплим эти будинки. Потом, с верху, покрывается еще хутром. Приносят волонтеры, которые отмечаются от хутра, потому что те люди, которые по-справжнему любят животные, они не могут носить их шкуры, так? Вот, ну, вот, разные пестилочки. Раз в рік, влитку, мы перемо дома, в себе в пральних машинках, зносимо, ну, что поробишь, сушимо тут, оскільки у нас немає ніяких умов для того, чтобы там створить, там, пральню, там, чи... Тут немає утеплення. Я еще раз акцентую на цьому увагу, что тут немає утеплення, и досить тяжко выжить. Ну, знову-таки на плакат я почала, и збилася трошки, что в нас, звичайно, стерилізація проводится, лікування котів проводиться, и пошук у добрые руки. Дуже важко знаходити добрые руки для котиков, которые не то, чтобы они беспородные были. Я, взагалі, не очень то делаю какую-то разницу между породистыми и непородистыми. Они все прекрасные. Но дело в том, что наши котики дикие. И для того, чтобы найти для них хозяев, это нужно еще адаптировать. И это не всегда удаётся, потому что кошеня, яке до певного века не знало людских рук, оно уже никогда до них не звикне. Розумієте? А навіть ті коти, которые ластятся до нас, они не всегда готовы жить в людских умовах, потому что они кидаются у векна. Это вильные коти. Поэтому мы придумали цей термин «вильные коти» – это не безпритульные коти. А самые вильные коти – это коти, которые привыкли жить на воле. Но коти, по сути, это синантропные тварины. Они не могут жить без людини, они не могут выжить. Они не могут ловить мишей, там, чей пташок, и за счет этого выживать. А это, знаете, это клетка, в которую слон приехал. Слоненок. И тут котяра такой. Слон. Можешь? Спасибо. Спасибо. Спасибо.